продолжаем изучать стандартные функции паскаля и сегодня будем говорить о двух под программах одна из них называется random а другая randomize сразу хочу сказать тем кто наверное сейчас подумал какая фигня я это все давно знаю ну не торопитесь закрывать это видео просто я уверен на 99 процентов что не все из того о чем я вам сегодня расскажу вы знаете ну иначе я думаю просто бы не смотрели мои уроки для начинающих итак синтаксис функции random возможно три варианта первый вариант когда в качестве параметра l передается переменная целочисленная переменная типа longing второй вариант это когда через параметр l передается также целочисленная переменная типа int64 ну разумеется вещественные значения тоже можно передавать хотя почему-то в синтаксисе документации этого не указали впрочем честно говоря вот сейчас ляпнул да что можно ведь я не проверял можно ли или нет но в этом особой необходимости нет так так скажем и третий вариант это когда никакой параметр не передается а просто вызывается функция random без параметров что происходит в каждом из этих вариантов по сейчас скажу и так функция random возвращает случайное число большее или равное 0 и строго меньше l то есть который передается в качестве параметра это значение не входит диапазон возвращаемых значений если параметр не указан на из тех трех параметров которые вы видите о из тех трех вариантов которые вы видите это как раз таки третий вариант когда параметр не указан не передается то возвращается вещественное число в диапазоне между нулем и единицей и также 0 входит в этот диапазон а единица не входит синтаксис процедуры рендомис здесь все очень просто никаких вариантов просто без каких-либо параметров вызывается процедура и все процедура рендомис им инициализирует генератор случайных чисел 3 паскаль но это если вы используете фри паскаль в других компиляторах конечно другой скорее всего какой-то генератор случайных чисел специфически для того компилятора вызывается но мы говорим о фри паскаль поэтому вот так вот при этом задается значение переменной ренд сид вычисленная с помощью системных часов что такое рэнсид рэнсид это глобальная предопределенная переменная при паскаль она также есть и в белки так что все сказанное будет справедливо и для белки но кстати это как раз тот момент о котором вы скорее всего не знали и дальше мы еще будем говорить так что думаю будет интересно это переменная задает начальное значение для генератора случайных чисел опираясь на это значение функция рэндом генерирует случайное число но если значение переменной рэнсид будет всегда одинаковым то никаких случайных чисел мы не получим именно поэтому сначала перед вызовом функции рэндом вызывается команда ой команда процедура рэндами но об этом чуть позже сейчас еще пару слов так как программа запускается в какое-то случайное время то и значение переменной рэнсид будет случайно и следовательно функции рэндом будет возвращать случайные значения то есть вот по этому принципу все и работает. Сначала вызывается процедура randomness, которая устанавливает значение переменной rnz, а потом уже с помощью функции random можно получать любое количество случайных значений. Ну и теперь давайте посмотрим все на примере. Вот у меня объявлены две переменные x целого типа и z типа real, то есть вещественного типа. Вот сама программа. То есть вначале мы запускаем генератор случайных чисел. Ну то есть это может не совсем правильно. Скажем так правильнее мы вызываем программу randomness, которая как я уже сказал выше устанавливает глобальную предопределенную переменную rnz какое-то значение случайное. Ну не случайное, скажем так, оно привязано к системным часам. Об этом чуть позже расскажу более подробно. Далее мы вызываем функцию random, передаем значение 100 и эта функция вернет случайное число от 0 до 99. 100 никогда функция это не вернет, потому что крайнее наибольшее число в диапазон возвращаемых значений не входит. Об этом мы тоже говорили. Ну также можно вещественной переменной присвоить результат функции, как видите. И можно не указывать никакой параметр и тогда функция random вернет случайное значение от 0 до 1, но 1 не будет входить в диапазон значений. Давайте запустим, посмотрим, что произойдет. Запомните эти числа. 0, 95, 0, 6, 0, 0, 6. Закроем эту программу, еще раз запустим. И как видите, числа уже другие. То есть функция действительно возвращает случайные значения. Теперь давайте более подробно изучим переменную randomFeed. Для того, чтобы разобраться, как же это все работает. Давайте вот сейчас я закомментирую процедуру randomFeed. То есть мы не будем инициализировать переменную randomFeed. Запускать генератор случайных чисел, образно говоря. И посмотрим, что будет. запускаем программу. И обратите внимание на числа. Ну давайте запомним только первые два. Это вещественное. Не будем запоминать. 54 и 59. То есть вроде как бы функции отработали и что-то нам вернули. Давайте запустим еще раз. И снова 54 и 59. То есть какие-то значения возвращаются, но по факту они не случайные. То есть они всегда будут возвращаться одинаковые. Потому что мы что не сделали? Мы не запустили. Мы перед выполнением вызовом функции random. Не запустим. Да что я сегодня заговариваюсь. Не вызвали под программу randomness. Поэтому по факту никаких случайных чисел не будет. Так запомните эти числа. 54 и 59. Теперь что мы сделаем? Мы сделаем вот так. Допустим вот так. То есть переменной так, что я тут ошибочку допустил. Ну не сис конечно. Сид. Значит мы глобальной. Да. Сегодня что-то плохо. Сразу понятно, что 2 января 2017 года. И как-то оно видимо от праздников еще не отошел. Допускаю ошибки. Да. Но ничего страшного. Главное их вовремя заметить. Итак. Глобальной переменной rank.seed мы присваиваем какое-то значение. Помните у нас там были числа 54 и 59. Давайте попробуем запустить нашу программу еще раз. И как видите 69 и 7. То есть числа уже другие. Попробуем запустить еще раз. 69 и 7. Числа не меняются. Но тем не менее они другие. Потому что Мы задали какое-то Произвольное значение Переменной rank.seed На которую опирается функция random Генерируя случайные числа. Вот. Если не вызвана функция Процедура randomness То числа все равно не будут случайными. Но они будут иные. Отличаться от того От того случая когда мы Переменной rank.seed Никакие значения не присваиваем. Какие из этого можно сделать выводы. А выводы можно сделать такие. Что мы можем написать Самостоятельную функцию randomness. То есть свою собственную. Если каким-то образом будем При запуске программы Переменную rank.seed Записывать какое-то Непредсказуемое Так скажем Значение. Вот давайте Это сейчас и сделаем. Вот это я убираю. У меня здесь вот это Под программа уже написано. Вот она. My randomness называется. То есть это наша собственная Под программа Аналог функции randomness Как видите функция randomness Остается закомментированной. Она не вызывается в этой программе А вызывается моя процедура Точнее не функция Ну не важно И посмотрим Будут ли числа Случайными Компилируем 60, 57 Давайте запомним эти два числа Компилируем еще раз 10, 15 То есть как видите Числа действительно случайные Хотя Процедуру randomness Я не вызываю Она как видите Закомментирована Но я вызываю Свою собственную функцию My randomness А теперь посмотрим Что же там внутри В этом черном ящике А ничего сложного Здесь нет Здесь мы вызываем Процедуру Decoded time И Переменную Ransid Глобальную переменную Предопределенную Записываем Полученное значение Миллисекунд Для того Чтобы Вот эта Процедура Decoded time У вас работала Нужно подключить Модуль SysUtils Вот здесь он Подключен у нас Я не буду Подробно Рассказывать Об этой процедуре Потому что это За рамками Нашего курса Но если коротко То Сюда мы передаем Несколько параметров То есть Now Это функция Которая возвращает Текущее время А вот в эти Переменные Процедура Decoded time Уже возвращает Час Минуту Секунду И миллисекунду Текущего времени И вот как раз Значение Миллисекунды Текущего времени Мы Присваиваем Переменной Глобальной переменной RANDSID Поскольку Программа Запускается Ну Практически Невозможно Предсказать На какой Миллисекунде Будет Запущена Программа То С вероятностью Там Не знаю Близко К 100% Максимально Близко К 100% Можно сказать Что Переменной RANDSID Будет Присвоено Случайное Значение А это Значит Что Функция RANDOM Которая Опирается На значение RANDSID При генерации Случайных Чисел Также Будет Возвращать Случайное Значение Вот Именно Поэтому Все Прекрасно Работает Как вы Могли Видеть И Мы Можем Обойтись Без функции RANDOM В реальных Программах Никакого Смысла Нет Я Просто Хотел Показать Вам Как Это Работает Что Такое Переменная RANDSID Как Она Используется Как Она Влияет На Генерацию Случайных Чисел Вот Но Почитайте Еще Статью Возможно Что-то Вы пропустили В видео И При более Внимательном Прочтении Статьи Вы Это Что-то Пропущенное Может быть Для себя Откроете Также Не забывайте Что Есть Вот Такой Раздел На моем Сайте Где Я Рассказываю О Стандартных Функциях Паскаля И Этот Раздел Периодически Обновляется И Чтобы Максимально Быстро Узнавать О Новых Видео О Новых Статьях Советую Вам Подписаться На Канал Ютуб Либо Вступить В группу Основы Программирования Вконтакте Ну Или Подписаться На Обновление Сайта То есть Если У вас В левом Углу Всплывает Окошко С просьбой Разрешите Сообщение С этого Сайта Ну Разрешите Если хотите Не хотите Значит Не надо Ссылки На Все эти Дела Вы найдете В конце Статьи Ну А Я На этом С вами Прощаюсь Ненадолго Конечно Только В этом Уроке Следующие Уроки Появятся Ну Я постараюсь Сделать так Чтобы они Появились Как можно Быстрее Пока Субтитры Субтитры Субтитры